Давайте сегодня рассмотрим сам момент начала зарождения любого заболевания или боли, которое потом трансформируется в отношения, в страдания, в болезни, а что угодно. Само начало. Само начало всегда начинается с неблагодарности. То есть это начало зарождения свиньи неблагодарной в человеке. На чем она проявляется? Человек живет привычной жизнью, и у него скапливается какой-то подавленный эмоциональный фон. Это может быть злость, это может быть ненависть, это может быть вина, обида и так далее. То есть это как гнойная рана, гнойный нарыв, который фрункул, он где-то глубоко в психике. И для того, чтобы его вскрыть, его надо проколоть. И вот находится момент прокола. Это небольшое событие, оно, по сути дела, может быть неважное. Вплоть до того, что в магазине кто-то обронил неправильно фразу или слово и так далее. И произошел взрыв, эмоциональный взрыв, всплеск, вау, разнос. Мало того, что там обругал кого-то, потом пришла охрана, задержала еще что-то. Точно так же в семье. Вдруг ни с того ни с сего муж пришел с работы, на него вызверелась мегера, обвинила во всем, облила грязью и так далее. Вот этот вот эмоциональный всплеск, это момент взрыва, прокола эго, когда все обляпывается грязью и все становятся либо виноватыми, либо злыми, либо ненавистными, либо-либо. То есть вот это вот говно подавленное, оно фонтанирует в надсознании, в реальность. И таким образом, получается, идет опустошение внутреннее. И это опустошение внутреннее приводит к изменению событийного ряда. И в этот событийный ряд врывается ответная сторона, которая на самом деле создана этим гноем, этой обидой, виной, злостью, ненавистью, сокрытой, подавленной в подсознании. Это тогда, когда человек не хочет в себя заглядывать. И тогда он видит в отражении то, что он натворил, то, что он обрызгал, заляпал. И тогда он пожинает плоды, то, что он посеял. И потом, если люди, которые с наружной стороны включились в эту игру и приняли игру, да, мы играем в вину, или мы выиграем в злость, или мы играем в войну, то будет война, и будет с обеих сторон боль и страдание. То есть тогда будет с обеих сторон зеркало боль и страдание. Либо второй вариант. Эти люди вышли в благодарность. Начали благодарить этого человека. Говорят, благодарю, благодарю, благодарю. Ты подсвечиваешь нам, что у нас тоже есть накопленная злость, обида, ненависть и так далее. И я с тобой не воюю, я тебя принимаю такой, как ты есть. И отсвечивают ему в благодарности обратно. И тогда боль возвращается лицу пославшему. И так мы воюем со своими зеркалами. Так начинаются все войны в коллективном, так начинается и в индивидуальном.